друзья привет 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 с вами татьяна ваш учитель английской грамматики и сегодня мы наконец-то возвращаемся к нашим временам напоминаю в английском их всего двенадцать мы уже посмотрели на настоящее простое на прошедшее простое и конечно же сейчас самое время посмотреть на будущее посмотрим давайте итак друзья как вы уже поняли сегодня мы будем с вами рассматривать третье время последний из категорий simple простые future simple будущее простое время я уверена что вы уже соскучились по моим табличкам правда а вот и еще одна табличка конечно же куда мы денемся без них когда мы изучаем английские времена как обычно в этой части мы снова посмотрим на то когда мы употребляем и как мы употребляем это время и начнем как обычно с как как мы употребляем это время если я вам ранее говорила что present simple легкая past simple легкая то future simple вообще легче некуда просто очень легко очень все что мы делаем это добавляем специальное слово буду к любому глаголу по-английски это слово will говорим will и что сделаем и все например если я хочу сказать я буду печь я и буду использовать will и глагол бэйк ай-бэйк или допустим хочу сказать он запоет он будет петь я буду также использовать он и петь и уилл сын вот и все просто да я уверена очень просто здесь какая самая приятная вещь здесь всего лишь одно слово и независимо от того какое у нас с вами подлежащие will никогда не меняется и глагол сам по себе тоже никогда не меняется просто поклепим will и глагол вот и все соответственно как мы делаем с вами отрицание все отрицание будет завязано как раз таки на этом слове will потому что это слово will буду является нашим помощником в этом времени поэтому если я захочу сказать я не буду петь я просто добавлю will частицу не был но и продолжу свою фразу ай-бэйк либо можно это все сократить и сказать ой-бом и то же самое если он не хочет петь то же самое уилл но ведь он делаем предложение he will not sing либо соединяем его си ну и соответственно вопрос как вы уже загадались will это наше слово помощник а помощник у нас помогает и в отрицаниях и в вопросах соответственно для вопросов все что мы сделаем это уилл и подлежащие меняем местами вынесем вперед тогда если я захочу спросить я буду печь я просто поставлю will а потом глагол ничего не меняя просто позицию вы лайк и то же самое с с человеком с он будет ли он петь will he sing да друзья это время действительно настолько простое просто берем одно слово с ним все работаем и ничего не меняем но хочу вам сказать по секрету раньше на самом деле существовало две формы использовалась shell и will shell использовалась для и первого лица то есть ай-вы а был для всего остального но постепенно язык эволюционировал will взял все на себя теперь просто нам жить проще конечно же до сих пор вы можете увидеть это shell вы можете услышать его старых фильмах можете прочитать старых книжках либо можете услышать в качестве модального глагола как например вот да как тут но это уже другая тема и так с конструкцией мы разобрались я думаю тут все понятно давайте теперь перейдем к самому важному когда мы используем будущее время future simple несмотря на то что она настолько популярная используется всего лишь двух случаях первый случай это future facts либо факты в будущем здесь панел по аналогии с прошедшим простым временем с настоящим простым временем мы говорим о какой-то фактической информации которая сто процентов произойдет в будущем то есть это какой-то так некое клише то есть то что мы не можем оспорить например такое предложение как next year she will turn 25 следующем году ей исполнится 25 лет является фактической информацией видимо человеку сейчас 24 и сто процентов будет день рождения в определенное число то же самое могу сказать и по-другому например у меня день рождения в сентябре и даже несмотря на то какой год я буду упоминать у меня день рождения всегда будет в сентябре точно так же я могу сказать I will have my birthday next September у меня будет день рождения в следующем году и это факт и как обычно это могут быть и абсолютно другие факты например научные астрономические биологические физические прочее 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 главное нам сто процентов знать что это каким-то образом произойдет в будущем сто процентов неоспоримо например tomorrow the sun will rise at five o'clock завтра солнце поднимется пять часов утра это будет вероятнее всего фактом потому что у нас с вами солнце поднимается в определенное время в зависимости от сезона и люди уже знают когда солнце будет подниматься в зависимости от дня и от недели поэтому здесь мы можем говорить о фактической информации потому что она была уже проверена несколько раз и это сработает и часы но друзья честно скажу вот именно этот пункт не настолько часто в будущем время не настолько часты для использования фьючер симпы тем не менее существует а вот пункт номер два самая сладость самое то что нам с вами нужно пункт номер два spontaneous decisions спонтанные решения что это значит это значит что мы с вами принимаем решение сходу прям по щелчку то есть мы быстро реагируем на какую-то конкретную ситуацию либо может быть на чью-то реплику очень часто это происходит именно в диалогах с людьми поэтому это время так возможно часто и можно услышать например иду я значит в школу у меня шесть уроков так надоело что-то устало и пятница 6 урок на невозможно прихожу осмотрю оба последний урок отменили я такая здорово пойду-ка тогда пошел и вот я быстро приняла спонтанное решение то есть я отреагировала на то что увидела не задумывалась раньше о том что я буду делать в это время а приняла решение сразу по факту в таком случае я могу сказать my class is canceled айфинка у шопы не стоит мой класс отменили я думаю схожу по шоку или например как мы это используем в диалогах с людьми представьте какой-то ваш друг предлаг приглашает вас поехать в другой город например там за в дрезден они собираются уже собрали компашку и просто хотят вас знать хотите вы поехать или нет и спрашивают службе мы тут скоро в дрезден едем ну как хочешь нам поехать поедешь вот такие первый раз слышите сейчас я пока что не знаю давай со своим парнем поговорю и тебе дам знать вот например да то есть вы быстро среагировали на чью-то речь приняли решение прямо в моменте в таком случае мы точно также будем использовать фьючер символ для того чтобы показать что это решение не было заранее обдуманным а принялось прямо сейчас по-английски это такой диалог будет звучать так до его тугал то просто нбдс а и но нет алток тмакина на чину хочешь поехать с нами грязно я еще не знаю я поговорю с майком и дам вам знать вот она и спонтанное решение друзья какой здесь хочу вам дать заметку поскольку в пункте номер 2 в спонтанных решениях мы не думаем об этой ситуации заранее то мы часто в нашей речи используем фразы которые показывают нам что мы принимаем решение в настоящий момент то есть такие я думаю я полагаю я считаю прочее 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 то есть наше мнение то же самое в английском то есть если вы видите вот эти фразы и так далее то есть фразы которые показывают наш мнение вероятнее всего в эту ситуации будет использоваться в фьючер-симплее, как спонтанное решение. Но, конечно же, это просто такой маленький совет, нам так или иначе нужно смотреть по ситуации. Приняли спонтанное решение, пац, фьючер-симплее. И все. Друзья, о чем я здесь хочу сказать? К сожалению, со школы мы фьючер-симплее помним очень хорошо, и нам всем кажется, что это единственное будущее времени в английском языке, поэтому все, что мы хотим сказать на русском в будущем, мы по нему и говорим, да, по фьючер-симплее. Но здесь, друзья, я хочу вам напомнить о том, что в английском мы работаем не по времени, а по ситуациям. То есть для каждого времени существует своя ситуация, поэтому очень часто то, что мы хотим сказать в будущем в русском языке, будет соответствовать какому-то другому времени. К чему я это все говорю? Пожалуйста, не используйте постоянно фьючер-симплее. Конечно же, люди вас поймут, но вот существуют вот эти маленькие оттенки, которые действительно показывают разницу в английском языке, и поэтому у нас в английском языке есть еще масса других времен, как говорить о будущем. Давайте будем использовать фьючер-симпл именно вот по этим ситуациям, для фактической информации в будущем и для спонтанных решений. И это все, друзья, действительно все настолько просто, потому что это одно из самых простых времен в английском. Ну что, поздравляю вас, мы теперь освоили все времена симпл, это просто шикарно. Большие молодцы, горжусь вами. Ставьте лайки, если вам понравилось это видео, подписывайтесь на мой канал для большего контента, а также давайте потренируемся. Как вы думаете, что вы будете делать в эти выходные? Пишите в комментариях свои спонтанные решения и давайте тренироваться. С вами была Татьяна, увидимся на следующей неделе. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok